итак всем добрый вечер начинаем нашу видеоконференцию давайте немножко пройдемся по нашему сайту чтобы понимали что здесь есть значит первое это если вы работаете с компьютера то кнопка поделиться вот здесь вот два красненьких квадратика нажимаю тут появилось слово скопировано ее можно вставить кому в telegram ватсап куда-либо эта ссылка пойдет и по этой ссылке кто зарегистрируется попадет в ваш кабинет в мою команду моя команда выглядит таким образом сейчас вот основные две кнопки рабочие нашего проекта это с найти услугу и создать услугу найти услугу как вы помните она работает очень просто поставили точку на карте написали здесь например сантехник выбрали сантехника и вот они все сантехники которые на цене далеко от того места которые указали их можно выбирать на карте или же здесь в списке когда выбрали того кто нужен по расстоянию по рейтингу по цене значит можно с ним связаться с тем человеком который вы выбрали но это так работает наш сайт я рассказываю некоторым товарищем которые недавно зашли чтобы это было видно так теперь зарабатывать мы будем на сегодняшний день только на исполнителях и у нас работает еще пока месть стимулирующий момент это когда мы можем приглашать приглашать можно опять же скопировать ссылку если вы работаете с телефона то тут есть кнопка поделиться вот в этом месте нажимаете на кнопку поделиться и делитесь в ватсап телеграмме все это все такое значит я попрошу по возможности если есть возможность привлечь еще каждому хотя бы по одному человеку это будет замечательно и мы тогда буквально быстрее начнем запускать уже полномасштабную рекламную кампанию проекта у нас уже сайт работает на украинском английского русских языках можно здесь вот переключать вот в этом месте вот если переключить на русский язык то он будет на русском языке вот а если переключить на английский то он будет на минуточку на английском значит у нас была такая штука как мы занимались рекламными постами если кто-то помнит вот мы ее приостановили перед новым годом потому что было ну праздники были мы немножко надоели фейсбуку сейчас мы будем возобновлять рекламную кампанию в фейсбуке для того чтобы добить необходимое количество партнеров там осталось чуть меньше 150 и уже будем начинать готовиться к рекламной кампании так а теперь вернемся к тому чему мы собрались значит смотрите вот есть у нас такая ссылочка я ее выдам партнерский чат чуть попозже здесь есть правило тут написано прежде чем приступать к работе читаем все правила стремимся смотрим все вкладки отправляем модератор реферальный номер с фейсбука значит модератор у нас ольга здесь вот ее и контакты есть ее контакт в фейсбуке и контакт в телеграме то есть вы можете с ней связаться если вам будет что-то непонятно по этим вопросам значит мы будем делать теперь не 15 комментариев в день а всего лишь 10 но у нас появятся такие вещи как тик ток в фейсбуке будет не только странички которые вы раньше рекламировали все другие и как это все работает смотрите вот вы заходите на эту страничку здесь у нас есть готовые комментарии вот что мы делаем наводим на пост и туда вставили и поставили лайк интересно нету фейсбук открыт или нет вот есть статья поставили лайк я просто не зашел здесь своих комментарий и поделиться пять раз то есть вот таким образом мы будем работать здесь будут рекламные посты всегда начинаем с первого и дальше до десяти мы теперь будем работать десять лайков десять комментариев единственное что я хочу сказать что и в тик токе и фейсбуке необходимо делать таким образом перед тем как начать работать открывать ссылки фейсбуке нужно зайти на свою на общую страничку фейсбук полистать ее там хотя бы минутки одну минуту там может быть какой-то лайки комментарии другой статье поставить итак наша задача продолжить рекламную кампанию значит смотрите для тех людей которые недавно пришли у нас тут есть вкладки правила которые нужно почитать и в этих правилах написано что вы получите исполнителей за вот такое количество дней в зависимости от пакета который приобретаете вы должны отработать вот столько дней для того чтобы вам начислили в будущем исполнителей у нас есть список партнеров надо будет ее обновить здесь страничка на фейсбук каждого из человек тут у нас есть прогноз дохода и реклама с рекламой будет работать определенное количество людей так значит работаем здесь возобновляем с завтрашнего дня рекламные посты и заходим в любое удобное время то есть как это работает вы в любое удобное время когда вас утром днем или вечером есть свободных десять минут вы вот по этой ссылке заходите и начинаете открывать вот эти вот посты которые здесь будут начиная с первого и вниз до десятого пролайкали прокомментировали все работа сделана это можно сделать утром днем или вечером не обязательно это делать каждый день можно делать себе выходные проблем не будет абсолютно никаких ни у вас ни у нас по возможности вы уделяете больше времени вот этой штуке для чего мы это делаем я расскажу сейчас те ребята которые с нами давно они уже знают но я повторюсь смотрите алгоритм фейсбука работает таким образом ну не только фейсбука абсолютно любой социальной сети если мы выложили какой-то пост и его никто не лайкнул не прокомментировал и не поделился им то фейсбук или любой любая социальная сеть считаю что она не интересная и не показывает ее больше чтобы поднять чтобы больше людей видели наши посты рекламные необходимо лайкать и комментировать чем больше лайков и комментариев тем больше людей увидят нашу информацию тем больше людей придут в наш проект в проект значит смотрите когда мы начнем рекламную кампанию самого проекта нам тоже придется лайкать и комментировать для чего мы будем выкладывать рекламные посты уже самого продукта то есть реклама будет идти с одной стороны рекламироваться за деньги а с другой стороны мы будем выкладывать рекламные посты и тоже их лайкать и комментировать и таким образом мы усилим своими лайками и комментариями нашей рекламы, и более эффективно она будет проходить с помощью партнеров. Еще раз повторюсь, что вам не нужно на это тратить много времени, это где-то 10-15 максимум минут, если с компьютера это занимает до 10 минут, ну, один пост, это одна минута, я так считаю, вот если 10 постов, это 10 минут, но если у вас интернет плохой, то это может немножко больше времени занять, а вообще даже меньше, потому что на один пост уходит буквально там 30-40 секунд. Скопировали любой из этих комментариев, открыли пост, поставили лайк, вставили комментарий, можете его видоизменить немножко, и поделились, и все. Это занимает ну 30 секунд, если на компьютере работать. На телефоне немножко дольше, но опять же 10-15 минут, и не каждый день. Если взять, допустим, неделю, с понедельника по воскресенье, то 2-3 раза можете не работать, не так, ну хотя бы там 4-5 раз в неделю, заходите вот эти вот в любое удобное для вас время, и комментируйте на, лайкайте и комментируйте. Так, теперь что еще у нас есть? Ну, собственно говоря, вот эту вот важную информацию я вам сказал. Значит, у нас есть страничка в... сейчас я посмотрю, видно или нет, сейчас я немножко перей, 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 вот сюда перейдем. У нас есть страничка в... у меня есть страничка, где я рекламируюсь. В ТикТоке. Значит, точно так же заходите в ТикТок не сразу по ссылке в ТикТок, а сначала заходите в свой ТикТок, листаете там 30-40 секунд клиенту, смотрите, а потом переходите уже по ссылке. И я хочу сказать, что очень хорошо работает вот это, что я вам рассказывал, лайк и комментарий. Давайте даже посмотрим те статьи, которые я здесь выкладывал. Вот 190 тысяч просмотров было, потому что здесь было много лайков, комментариев. А вот я недавно выложил пост, только 82 просмотра, потому что его никто не лайкал, не комментировал, и не лайкал, и не делился. Вот новогоднее поздравление, которое я выкладывал в ТикТок, тоже 195 просмотров всего лишь. То есть, все-таки лайки и комментарии, они делают свое дело. Так что обязательно необходимо этим заниматься для того, чтобы продвигать наш продукт. Ну, в двух словах рассказал. Теперь давайте перейдем к вопросам, которые у вас... Я просил подготовить вопросы, чтобы вопросы задавали не в чатах, не ругались между собой, а конкретно. Вот сейчас много людей слушают, много людей будут слушать ответы, которые вы задаете вопросы. И как раз мы послушаем... Вы зададите вопросы, я дам ответы, и многие-многие люди сразу их услышат. И если кто-то даже не присутствует на этом видеоконференции, он сможет посмотреть ее и услышать те ответы, которые я даю на те вопросы, которые вы задаете. Давайте переходим к вопросам и ответам. Да, еще забыл сказать, что приложение скачивается на Android только в Украине. Я, наверное, попрошу программистов, чтобы разрешили доступ к приложению во всем мире. Вот, чтобы вы могли скачать, и там тоже надо будет поставить лайки, комментарии в самих приложениях. Вот, если мы взять приложение, допустим, Google Play. Вот. Сейчас я посмотрю, видно вам его или нет. Видно, да. Вот. То есть скачиваем это приложение, и тоже ставим здесь лайки, комментарии. И точно так же в App Store. Но App Store у нас немножко задержались с этим. Сейчас посмотрю, обновили. Мы давно уже туда послали. На рассмотрение последняя версия идет. Так, когда тут была последняя версия? Дату не вижу. Ну, давайте iPhone пока не будем трогать. Я потом узнаю более конкретно, и скажу, когда можно будет с ним работать. Так, еще раз переходим к вопросам и ответам. Можно вопрос? Не можно, а нужно. Да, но у меня будет несколько вопросов. Первый вопрос – это в какой стране будет запуск проекта, и с какого месяца, и с какого числа? Это первый вопрос. Второй вопрос – где взять вот эту таблицу, с которой я могу брать комментарии? Ну, таблица с комментариями, чтобы я мог копировать эти комментарии. Как давать отчет модератору о том, что я… Вот, смотрите, я вот прокомментировал. Зачтите мне это. Вот такие вопросы. Значит, модератору говорить ничего не надо. Модератору нужно только отослать свою ссылочку, и она сама будет контролировать эти комментарии. Вы выбираю ссылку или какую? И о какой ссылке идет речь? Ссылка вашей странички в Facebook. А, вот это берешь, копируешь ее в поисковике, это будет твоя страница на твой Facebook, получается, так? Ну, у каждого из нас есть своя личная страничка, и вот эту страничку вы отсылаете, и когда вы комментируете, там видно, от чьего имени идет комментарий. Ну, я же правильно спрашиваю, где взять ссылку? Вот в поисковике, вот там вот это копируешь, вот эти длинные буквы, ну, в гугле, в поисковике. Это она и попадет на твою страницу с помощью этой ссылки, так получается? Вот смотрите, сейчас я посмотрю, видно это или нет. Минуточку, да, видно вам на экране. Вот Виталий Чебан прокомментировал, да, и вот Алина Шанге, Виктор, ну, вот видно, кто комментировал, видите, вот написано. Если я нажму на эту кнопку, вот личная страничка этого человека. Вот эту вот личную страничку надо отсылать. Вот, 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 это то, про что я спрашиваю, правильно, вот она в поисковике, твоя ссылка, так получается? Да, 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 вот это вот, берете, копируете ее, вот эту ссылку, вот тут, тут, вот, на ваших страничках. Нет, я говорю, что я пишу, что ей, вот, зайдите на мою страницу, и вы увидите, что я там на телеграмм Ольге, и отпылаете эту ссылку, и все. А где взять вот эту таблицу с комментариями? Где она будет? Можете выложить ссылку в телеграмме? Я уже сбросил в чат партнеров, уже она есть. Хорошо, да, и вот первый вопрос, который я задавал, в какой стране вы начнете запуск проекта, и в каком месяце, и какого числа это планируется сделать? Мы сейчас уже готовимся к рекламной кампании в городе Киеве, Киевской области. Хорошо, еще такой вопрос, вот это чуть не забыл. Скажите, сейчас только пока партнеров можно приглашать, исполнителей пока не приглашаем, или и тех, и других можно приглашать? Можно и тех, и других, но если с Киевой области, то можно говорить, что в ближайшее время будет рекламная кампания, а если вы приглашаете исполнителей из других стран или из других городов, то вы говорите, что вот есть проект, но пока месяц там заказов может быть не быть. Но мы будем в ближайшее время его запускать в ваших странах, так будем говорить. А вот в Киеве, когда люди будут получать заказы, с какого времени, через месяц они будут получать заказы, через два, или на какое время их ориентировать, если кто-то будет говорить, что там не заказано, Маша? Смотрите, давайте логически мыслить. Будет день, старт рекламной кампании. Рекламная кампания – это мы подпишем договора, чтобы в метро разместились афиши, на бигбордах, возможно, будет. Заключим договора с Фейсбуком, со всеми. Ну, то есть комплекс работ приведем и заплатим им деньги за рекламу. И скажем, что с такого-то числа будет начало рекламной кампании. Вы в чате напишите об этом, так? Да, да, да. Вот параллельно мы начнем вот сюда вот в этот чат выкладывать рекламные посты. Вот сюда вот уже не по привлечению партнеров, а уже реклама самого проекта будет идти. И вы тоже будете их комментировать. Параллельно те рекламные посты, которые будут запускаться, мы тоже сюда будем выкладывать, чтобы вы могли их лайкать и комментировать. Вот этот процесс начнется. Этот процесс должен идти три месяца подряд. Мощной рекламы, чтобы все люди, которые живут в Киеве, в Киевской области, увидели, услышали не один раз о нашем проекте и начали им пользоваться. Процедура. Первый месяц мы монетизацию включать не будем. Мы будем смотреть, как получают, ну, во-первых, за первый-второй месяц очень много людей зарегистрируется, исполнителей самих. Вот эти водители, такси, сантехники, электрики, они тоже услышат эту рекламу и начнут регистрироваться. Когда они начнут регистрироваться, я так, по моим прогнозам, где-то от 80 до 100 тысяч человек зарегистрируются в Киеве, в Киевской области. Этих людей потом, когда мы включим монетизацию, часть из них где-то процентов 25 отпадет. До 30 процентов людей. Ну, допустим, 100 тысяч зарегистрироваться, 30 тысяч после включения монетизации уйдет, а 70 тысяч останется. Вот этих людей я распределю партнерам по кабинетам. рандомно. И вы в своих кабинетах, вот здесь вот увидите, вот этих исполнителей, которые появятся в ваших кабинетах. Исполнители вот эти вот. Сейчас я посмотрю, видно вам или да, видно. Вот этих исполнителей. Вы будете видеть уже, только в пакетах они будут находиться. Вот. И вы будете видеть, как они работают. То есть, сколько заказов получают каждый из них. Там будет видно дата заказа, номер заказа, сумма, на которую был сформирован заказ, сумму, которую получил проект, и сумму, которую получили вы. И ту сумму, которую вы получили, она будет потом переходить вот сюда, на общий баланс, и уже вы потом можете снимать эти деньги с дохода того, что вы будете получать на каждом исполнителе. То есть, вот исполнитель сделал, вы увидели. Но если какой-то из исполнителей перестанет работать, надо понимать, что все они живые люди. Кто-то там заболел, кто-то в ДТП попал, кто-то на пенсию шел. Ну, живой человек. Перестал работать. Вы видите, что он сегодня не работает, несколько дней не работает, то у вас будет такая кнопочка «Замените». И вы можете попасть на биржу общую. Чтобы вы понимали по математике немножко. Вот когда зарегистрируется 100 тысяч человек, из них 30 тысяч уйдет, когда мы включим монетизацию, останется 75 тысяч человек. Около 20 тысяч людей я раздам в кабинеты партнерам. А 50 тысяч останется как бы бесхозные, ну, в проекте в самом. И вот эти 50 тысяч будут для вас обменным фондом. Если какой-то специалист не работает, вы можете зайти и поменять этого специалиста на того, который работает. Да, а когда вы начнете там посты делать? С завтрашнего дня, я же сказал. А, хорошо, хорошо. Так, еще вопросы, пожалуйста. Можно задавать вопрос, потому что, смотрю, молчат все. Да, конечно, задавайте. Здравствуйте. Я хотела еще раз уточнить, то есть получается, что вот если у человека несколько пакетов, я вот физически до запуска не успеваю набрать вот эти рекламные дни для того, чтобы заполнились мои пакеты партнерами, то после запуска они будут прикреплены автоматически. на те пакеты, которые я не успела отработать, например. Исполнители, да. Не, не исполнители, вот партнеры. То есть, смотрите, для того, чтобы вы прикрепили партнера, мне нужно определенное количество дней в рекламе отработать. Правильно? Да, да, да. Ну, у меня их несколько пакетов, поэтому у меня как бы для того, чтобы отработать всех партнеров на один пакет, мне нужно больше 100 дней. А я не могу, допустим, их физически просто отработать. Какая тактика у вас в таком случае? Ну, будем разговаривать индивидуально. Возможно, я вам дам партнера как бы наперед. Но в любом случае нам придется делать лайки и комментарии всегда. Вы понимаете, когда у меня только пакетов, то я, естественно, заинтересована в нашем развитии. Поэтому... Смотрите, чтобы вы понимали, что лайкать и комментировать нам придется всегда. Вот если взять первый этап, мы проходим, когда мы набираем партнеров. Мы лайками комментируем статьи, связанные рекламу, связанную с привлечением партнеров. Когда мы начнем полномасштабную рекламную кампанию самого проекта, мы будем лайкать и комментировать вот эту рекламу нашего проекта. Но полномасштабная рекламная кампания в городе Киеве, Киевской области, мощная, будет идти в течение трех месяцев. Три месяца пройдет, и реклама мощная закончится. Мы потом будем, так сказать, поддерживать рекламу, но не мощную делать. Но для того, чтобы те исполнители, которые находились в вашем кабинете, получали заказы, потому что прибыль ваша будет зависеть от фактора, сколько у вас исполнителей и сколько заказов они получают. Чтобы они получали больше заказов, мы продолжим рекламировать и продолжим писать лайки, комментарии, чтобы чем больше на слуху будет наш продукт, тем больше люди будут им пользоваться. И поэтому вот эта вот задача тратить 10-15 минут в день в удобное для вас время, и не каждый день, а хотя бы 4-5 раз в неделю, она будет постоянная. То есть нужно постоянно найти время, возможности для того, чтобы лайкать. Чем больше лайков и комментариев, тем больше социальная сеть распространяет нашу рекламу, тем больше людей ее видят. Чем больше людей видят, тем больше будут пользоваться и исполнители, которые будут находиться в вашей кабинете, которых мы вам дадим, будут больше получать заказов. Это понятно, я вопрос не об этом говорю. Просто, допустим, когда у человека один пакет, эта тактика понятна. А когда у человека, вот у меня, например, 4 пакета, причем больших, и мне нужно... Мы решим этот вопрос, не переживайте. Все, я поняла. То есть это можно как бы решать. А у вас нет, допустим, такой идеи, что люди, у которых, допустим, есть вот так вот несколько пакетов, и это как бы все равно работает один человек, ну, бывает, что там такая ситуация, да, что сделать какой-то вот, ну, как бы изменить вообще сами пакеты, и, допустим, вот, чтобы не было, допустим, это 4 пакета, да, отдельных, ну, чтобы это был уже какой-то один пакет, в который все это объединить, и как бы и вам легче ввести статистику, и мне не разрываться на 4 пакета. Вот посмотрите, я сейчас вам показываю на экране, видите, у меня в кабинете премиум пакет и стартовый пакет. Мы уже реализовали эту функцию, что можно в одном кабинете сделать все пакеты. А, здорово. То есть я могу к вам обратиться, и все пакеты сделать в одну, потому что вот это начинается путаница с этими логинами, паролями, и пятое, и десятое. То есть если все вы скинете в одну, то это удобно получается. То есть вы можете зайти в один пакет прямо в своем кабинете, а потом зайти в другой пакет. Видно вам на экране, да? А, здорово, хорошо. Потому что у меня не получалось заходить вообще сейчас. Еще такой вопрос параллельно к этому. Если, допустим, этот пакет у меня в моем, да, вот в этом пакете, я же могу его, допустим, кому-то продать, подарить, или, допустим, оставить наследство, кому-то детям распределить это. Как этот вот законодательно у вас будет решаться? У нас законодательно это не урегулировано. У вас... Вы можете сами передать, написать мне, сказать, что вот я передаю свой логин и пароль такому-то человеку. Поменяйте, пожалуйста, имя вот здесь. Вот видите. Ну, а в связи с тем, что мы сейчас такое находимся, тяжелое время, мне вот тоже пришлось приехать из Канады в Украину. И как бы, ну, мало ли что, да, если вдруг там, допустим, с человеком что-то происходит, можно, допустим, каким-то образом оставить какую-то заметку, что мои какие-то вот эти пакеты переходят тому-то, тому-то. То есть, ну, типа завещание. Как это все сделать? Потому что, ну, я думаю, это многих интересует. Кто-то работает и хочет, чтобы как бы детям это осталось? Или там кому-то они хотят? Ну, мы уже этот вопрос поднимали, будем так говорить. Наверное, ну, этой функции еще нет. Наверное, мы как-то подумаем, реализуем эту функцию, чтобы... Вот здесь вот у вас личный кабинет, видите? Сейчас как раз разрабатываем вот эту часть. Вот здесь вот появится кнопка еще одна. Вот в этом месте. Вот. Это редактировать данные. Вы нажмете на эту кнопочку, ее сейчас нету здесь на экране. Вот. Но когда вы ее нажмете, откроется вот эта информация. Там можно будет поменять фотографию. Почту можно будет поменять. Пароль можно будет там поменять. В общем, там есть какой-то список, перечень вопросов, которые можно будет поменять. И там же мы добавим функцию. Кстати, давайте я сразу напишу. Где тут мы обсуждали этот вопрос? Да, вот. Фото, имя, фамилию, пол, логин. Почему мы пол добавляем? Допустим, есть такое понятие, как заказать такси, чтобы там была женщина. Вот. Логин, телефон, пароль, номер телефона, если несколько, почту, город указать. Удалить аккаунт будет кнопка. И надо добавить сейчас. Сейчас я как раз при вас это и сделаю. Я так условно напишу. Добавить наследника. Кому? Кому доверить? Кому доверить? Вот, видите, оперативно это. Я уже тут нашему дизайнеру передал, чтобы он разработал вот эту часть. Еще раз говорю, тут появится кнопочка. Уже в работе. Нажимаете на эту кнопочку, там можно будет редактировать свои данные. И там мы добавим вот эту кнопку. Кому можно будет... Кому вы доверили? Можно вписывать ни одного человека, да, как бы группу людей, которым по очередности оно может как бы... Или как? Вот, допустим, допустим, есть такая опция, что компания свяжется и скажет, что вот там так и так? Или это только как бы моя функция, предупредить? Да, вы просто предупреждаете, там заходите сюда, вот нажимаете на эту кнопочку, когда этот функ... Когда здесь появится кнопочка, она в ближайшее время появится, вы зайдете туда, там отредактируете свою фамилию, имя, фотографию, может быть, ну вот эти вот пункты, которые я говорил. И туда мы добавим функцию, кому вы доверите свой аккаунт. Как-то тактически надо описать эту штуку. И вы это нажимаете и пишете туда, вводите фамилию, имя человека и кому, кто может заходить. Это именно вот этот основной пакет, да? А вот те, допустим, остальные пакеты, которые прикреплены, то есть можно, допустим, написать, что так этот пакет тому-то, этот пакет тому-то, этот пакет тому-то. Или как бы это будет в общем просто вот там вверху кнопочка и все, да? Дальше пусть разбираются сами. Да. Надо будет решить этот вопрос, как это правильно все оформить. Ну, это дизайнер... Хорошо, я вас услышал. Я услышал, нет, я не буду решать. Так, еще раз. Да, да, спасибо. Да, я хотел спросить у вас, скажите, допустим, ты зарегистрировал человека в другой стране, да? Вот как у меня там женщина в другой стране, она зарегистрировалась как массажистка. Ну, если вдруг она захотела стать партнером, ну, и если с другой страны у человека у тебя был партнер, у нас, допустим, мы выводим гривны. Вот там написано вывод средств, там написано на карту. Но ей же не нужны гривны в другой стране. Вот, допустим, она в Турции, ей лиры нужны. Вот как она гривны вот с нашего кабинета сможет выводить на лиры? И куда она будет выводить? На карту или на какую карту? У нас уже были прецеденты, когда мы выводили кэшбэк людям на карту в другие страны, там мы конвертировали в другую валюту его. А это, ну, сама будет конвертация или через вас эту конвертацию делать, или как это будет? Нет, но мы согласовываем обычно, какой курс идет, по какому курсу идет. Ну, мы привязываем все это к доллару и конвертируем в доллар и пересынаем уже доллары, а там человек уже как хочет с ними поступает. Нет, ну, человек, как он будет выводить, меня интересует. Кликает на вывод средств, пишет сумму и на свою же карту в своей стране делает вывод или кликает вывести, или как это будет? Ну, здесь вывод средств, видите, смотрите, тут есть карта Power, видите, и Perfect Money. На Пайер, ну, там что, биткоины выводит на Пайер или доллары, или что? Хотя по курсу в долларах, допустим, мы берем гривну, смотрим, сколько она по курсу в долларах и переводим в доллар и доллары отсылаем на Пайер. А, ну, значит, и тогда свой кошелек Пайера нужно привязать к личному кабинету, так получается? И куда выводить? Когда происходит вывод денег, вы заходите на эту страничку, вывод денег, выбираете, куда вы вводите? На карточку Пайер или Perfect Money? Если вы выбираете Пайер, вы пишете номер кошелька Пайер сюда и сумму в гривнах, которая у вас здесь есть, которую вы вводите. И когда она напишет сумму в гривнах, и автоматом произойдет конвертация в долларах, так получается? И на Пайер не упадут доллары, так получается? Пойдут доллары, да, по курсу, на тот момент, когда это будет происходить. А, да, еще такой вопрос, вот у меня женщина в Турции зарегистрировалась, когда она там делает, наращивает ресницы, ногти, то когда она сможет получать заказы на свои услуги? Когда проект будет в Турции или уже сейчас? Или как это? Когда? Ну, сейчас она не сможет получать, потому что сейчас об этом проекте в Турции никто не знает. Для того, чтобы нам запустить проект в Турции, нам нужно решить две проблемы. Первое, наш сайт и приложение Android и iPhone перевести на турецкий язык. И второе, это юридическое сопровождение. Нам нужно будет в Турции сделать филиал, там должны юристы поработать, чтобы наш проект не противоречил турецкому законодательству. И только после этого мы сможем проводить там рекламную кампанию. А с 80 миллионов людей там, вы представляете, сколько денег можно заработать? А когда вы будете запускать проект в Турции? Мы планируем запускать во всем мире его, кроме Китая. Нас в Китай точно не пустят, а в другие страны мы планируем пойти. Не сразу, постепенно мы будем масштабироваться на разные страны. А что, Китай не любит сетевой бизнес или что они так? А Китай никого не пускает. Что за язык? Ютуба нету, телеграмма нету, вайбера нету, там все свое. Все запрещено. Я понял. Хорошо, спасибо. Так, если нету вопросов, будем заканчивать. Значит, с завтрашнего дня после 10 часов утра мы начнем выкладывать новые рекламные посты. Вот, заходите, посты, значит, перед тем, как зайти на пост, надо выбрать какой-то комментарий, копируйте его. После того, как скопировали, заходите по ссылочке, она открывается, в зависимости от того, какой у вас интернет, это может быстро быть или долго. Вот, открылась, ставим лайк, нравится, нажимаем на комментарии, вставляем этот комментарий и поделиться куда-нибудь какую-то группу. И все, 10 раз надо делать, на 10 постов будем работать. Завтра с 10 часов утра мы начнем вот здесь будет 10 постов, которых надо будет выкровать. выкровать. Ничего такого вопроса. бывает такое, вот, фейсбук начинает над тобой издеваться, когда там выкладываешь пост, или делись, и там начинает тебя блокировать, пишет, мы заметили там с вашей стороны какие-то там действия, и поэтому решили вас заблокировать. Слушайте, пожалуйста, меня внимательно слушайте то, что я вам говорил. Еще раз повторюсь, перед тем, как зайти, делать рекламные посты, надо зайти в фейсбук и хотя бы минутку-полторы покрутить его самостоятельно. То есть покрутить фейсбук, ленту посмотреть одну минуту, может быть выложить какой-то свой индивидуальный пост в фейсбуке, ну, короче, сделать видимость, что вы живой человек, что-то делаете. Это первый момент, который не позволит фейсбуку вам это делать. И второе, то, что я говорю, что не больше 10 постов вы будете делать в день. Больше делать не надо. То есть 10 и все. Я не говорю, что вы будете делать. Раньше мы делали 15 и 20 постов за раз. И тогда фейсбук как бы возмущался по этому вопросу. Мы сейчас уменьшили количество постов до 10 для того, чтобы не было проблем с фейсбуком. Первое, перед тем, как зайти делать работу, заходим в фейсбук и хотя бы 30-40 секунд, минуту полистайте ленту. И только после этого заходите на эту страничку и переходите по ссылкам в фейсбук. Окей? Так, все тогда, друзья, будем заканчивать. Завтрашнего дня начинаем работать потихоньку, подключайтесь. Здесь будут посты и будем работать. До свидания. Если вопросов нету, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...